Затем, как команда Бышевца свой первый выездной матч в этом турнире проводит. Фланговая атака. Самедов удар по воротам. И первый опасный момент на исходе первой минуты показывает футболисту Локомотиву, что, похоже, не готовы они откладывать дело в долгий ящик. И посмотрите, какая передача прошла-то через четырех футболистов, хозяев. И едва-едва Самедов не вывел свою команду вперед в этом матче. Вороны вперед на чужую половину, не боясь, что отберут на мяч. Железнодорожники контратаку устроят. Очень неплохо сейчас. Посмотрите, ни Самедов, ни Гуренко не сумели помешать вот этому дремлингу. И право на штрафной. Очень опасный. Прямо для этой информации пока является загадочной. Судя по всему, шестой номер капитан команды Скотт Северин. Удар по воротам оставили почему-то сейчас без опеки москвичи Соня Лука. И вы знаете, опять же, это не. А Сытьяне, Набеллидинова, Спахич. Сычев, Аденвинге. Здорово Беллидинов атаку подержал из глубины поля. Сычев на позиции крайнего правого атакующего игрока. Касался удар по воротам дальний. И неудачный мяч вратарь отбивает. Но добивание чуть-чуть Аденвинге не повезло, если бы пораньше пошел. Смотрим, а как вдвоем сейчас сыграли Сычев и Аденвинге. Как возник буквально из ниоткуда Беллидинов. Ну и дальний удар Сычева. В финале спорт и видим, что Локомотив пытается атаковать компактно. Но вообще вот в этом сезоне, если вспоминать его, так постепенно может быть к мячу. Ради контроля мяча, нет поперечных передач. Каждая атака готовится. Студен ликует, потому что Абердин перешел в атаку. И какая передача пошла опасно. Вперед на Лука не оказалось. Ивановича пас. И на выходе Пеллицо. И надежно играет ударное отбивание. Самый опасный момент в этом матче. Аккурат в середине первого тайма. И прощает сейчас Абердин нашу команду. Ушел Иванович. Никто его не подстраховал. Посмотрите, прошла передача в разрез. Ассетяни не успевал выдвинуться. И мне кажется, его в принципе это был игрок. Ну и пас Алуке на восьмого номера на Николсона. Хорош был. Пеллицо ли до мяча дотянувшись отбил его не очень удачно. А там уже помешать состояться удару поворотом. Никто из футболистов Локомотива не успевал. И вот это удивительно. Как Белетинов, Гуренко, Спахич. Где они все были? Начнет Родолфо. Еще один пас вперед на Сычева. Провалился. Сейчас вроде бы Локомотив. Была пустота. Тем не менее мяч подобран и штрафной. И может. И Родолфо может. И Аден Винге. Кажется, что будет бить Питера. Судя по разбегу. Так оно и есть. Удар хороший. И на угловой переводит наш вратарь. Прямо в него вроде бы влетел мяч. И оказался не готов. И окажется вот окончательно к этому выстрелу Ланхелл. Мощный удар. И мяч нанул, как под перекладину в последний момент. Здорово. Хотелось бы не остановиться на этом. Спахич. Влево у главу флажка. А нет, Белетинов, прошу прощения. Второй главу Локомотива. В этом матче опасно. И с линии ворот. Сейчас мяч выносит кто-то из защитников. В течение полуминуты Локомотив два таких момента создал. У чужих ворот жалко не удалось эти атаки до ума довести. Гуренко не смог передачу сделать точную. И в итоге контратака такая опасная сейчас. У футболистов Абердина не выходит из ворот. Пелицолли. Подкат Радолф. Успешно вернуться назад. Не дает состояться удару. Шон и Алука. Только угловой. Но как Абердин сейчас огрызнулся контратакой. И Алука, конечно, хорош. По дну касания такой точный пас отбыл партнер. И успел же в эту зону, если бы риснул сходу пробить. Может быть и не было бы углового, но могло быть более опасно. Сычев то ли бил, то ли подрезал мяч на Ассетяне. Любая из этих версий равновозможна. И не удел. Видим сейчас, что повторе оказался голкипер. Угловой он наших ворот. То, что не удалось сделать Локомотиву минуту назад, сумел сделать Абердин. Почему-то не пошел на выход. Пелицоли. По-моему, это пятый. Александр Даймон. Перевисел с Пахича. Вот удивительно, да? Вроде бы рядом находился с Пахич сейчас со своим оппонентом. И тем не менее при всей своей прыгучести не сумел выиграть воздух у соперника. Привычная ситуация. К сожалению, привычная. Вновь Джеми Колдорвуд на ваших экранах. Анатолий Бышевцев, режиссер трансляции все реже показывает. Может, потому что эмоций меньше нашего трения. Берлетинов под левую ударную ногу. Ах, как жалко. Чуть выше Перекладина сейчас выстрелил Демьяр. Вперед относится. Никакой трагедии случившуюся никто не делает. Быстро мяч разыгран. А то в Винге дальний удар. Чуть-чуть поспешно. Он получился, выбрасывался. Манда сейчас еще раз увидим его гол. Ведь рядом был в этом эпизоде Спахич. Просто, опять же, сказалось, наверное, умение играть на втором этаже. Простая валепередача на линию Вратарской. Мяч долго летел. Винге предлагает свои услуги партнеру на бедро, принимая мяч. Гуренко. Снова Питер с мячом. Долго, долго он там пытается найти, как продолжить эту атаку. Еще расскажу, что вот странно, странно, к сожалению, что вот так глубоко Демьго, начинявшись вот это поздно тем, что слишком, слишком глубоко играет в центре поля Демьго, и Сычев вообще, я даже не могу сколько, поскольку, с мяч получает. Вот сейчас это произошло. Сыграл на кратке Сычев, Самедова. Можно бить Дима? Штангу попадает Сычев. Хорошая атака. Вот так бы и больше. И дальше бы было. Это не травма, это разочарование. Травма, если только эмоциональная была у Сычева. Посмотрите, как повезло сейчас, что остался мяч у Локомотива, ну и потом вот эта аккуратная передача Самедова. Мягенькая подуда. Может сегодня это случится? Белядинов передачу от Гуренко получает. Тут же вперед на него защитник выдвигается. Адам Винге здорово обыграл. И штрафной. Видели, мы первый штрафной. Адам Винге вон, готов набежать, сыграть на добивании. Спахич! Не точно. Сейчас Локомотив пойдет. Спахич. Развернулся хорошо. Вот там, на этой бровке он умеет играть. Это для него привычная в принципе позиция. Вороняц. То ли другой вариант, другая сторона не дали, пока не очень понимает, как продвигаться дальше вперед. С такой закрытой, мощной обороной. Иванович пошел в атаку. Можно было бить, а он передачу делал. В расчете на что? Что Сенников и так подключится. Ну и хорошо, что Сенников вынудил соперника мяч на угловой отправить. Но ведь можно было и бить. опять же, вот жаль, не хватает ударов. Хотя вот с этого ракурса видно, что Ивановичу бить-то было не очень удобно, но Сычев от него передачи требует. Слышны болельщики Локомотива? Те, кто прилетел сюда все-таки вопреки всем этим визовым сложностям подержать команду. Подача опасная! 1-1! Родолфу! Или Иванович? Ивановича обнимает. Сейчас партнеры сыграл здорово Бронислав. Так как нужно. Перед самым перерывом сравнял счет в этом матче. И отыгрался Локомотив тоже с углового. Ответил сопернику той же монеты. Смотрим еще раз за подачей. Самедов закрутил мяч как надо. И один в один ситуация. Мяч прямо на линии Вратарской. Не пошел Вратарь до конца. Сделал два шажочка и стал пятиться назад. И вроде первый был по ситуации в этой зоне Эндрю Консидайн. 21 номер. А Иванович перевесев его пробил и как пробил. 30-й Малхаса Сатьянин и Вратарь Иванович. Сейчас после перерыва мы видим, что Абердин вроде бы на них рассчитывает в полной мере. Не может передача Белядинова в центр на Сычева. Обратный пас. Прострел поперек поля. Скидка хорошая. Дима. Разыграл здорово локомотив. Кассовы играет в начале атаки. Отбирая мяч. Передача в левую зону. Забегание пытается Сенников сделать. Белядинов. Даст мячу. Утянут угловой. Нет. Оставил его в игре Диньяр. Скидка на Сенникова. С правой нерабочей ноги. Что сейчас будет делать? Бьет ближний угол низа. И то хлеб. Сегодня Сенников здорово подключается к атакам по самому флангу. Регулярно Дмитрий пытается остроту создавать. И вот посмотрите даже пробит. Даймонд. Смотрит. Центральный защитник кому передачу сделать. Еще один заброс. Центральную зону. Родолфо показывал что он правила не нарушал. Место того чтобы игру продолжить и до удара довел Аберди на эту атаку. Северина за боковой. Даймонд разумеется у чужих ворот. И выиграл воздух. Пятый номер. Бить неудобно. Мяч скачет. По пределам штрафной площадки. Пелецоли неуверенно его отбивает. Даже не столько отбивает сколько толкает. Ну и сейчас тычка. Смотрим вчера за тем что произошло. Боролся там локомотив с Эбердиным полными силами. Ну врезался сейчас безусловно в этом эпизоде. Крис Кларк не столько врезался сколько столкнулся. И потом перед Солин сдержавшись пошел выяснять отношения с Дариком Янгом. Потому что были думается пришли остальные. Подача. Выиграна борьба на опережение. Нанесен удар поворотом. Дима Сычева нам крупно камера показывает. Сложно конечно было бить. Широко сыграть. Может быть будет за счет забеганий вот таких как это что-то придумать. Ах, Сычев координации не хватило. Что-то такой шевелюры когда-то обзавелся. Не собирается сотрегать. На таком ветру при снеге должно это дополнительно согревать. Потому что хоть много двигаются у футболиста а холодно. Удар поворотом будет. Радолфо шаг вперед сделал. Принял мяч на себе. На Самедово открывается Двинги просит длинную передачу. Запоздание. Выходило из своих ворот даже не стартовало именно выходило этого сектора. Подача. Здорово выпадет. По-моему Иванович отбивая мяч за пределы штрафной еще один заброс. Опасно может быть сейчас молодец Радолфо и молодец Пелецоль я подсказал. Теперь контратвет Локомотива. Опасно может быть Белелединов Рикошета все равно выручил вратарь. Мяч изначально мимо ворот шел. Срикошетил от защитника и едва-едва не зарыбыхал в сетке. А мы видим пока повтор этой атаки. Резван Коч 1-1 цифры которые в конце первого тайма загорелись пока без изменений есть шанс на контратаке поймает сейчас соперника Ужихзорожников. Бежит вперед Спахич возвращает мяч Белединову удар из-под защитника Сенников который раз рывок по своей левой бровке совершает и можно дальше вперед Этидиме. Белединов не пошел на ближнюю штангу опасно был отменный Сычев будет бить сейчас поднимает мяч воздух и не попадает створ очень обидно росло как бы пошла подача Даймонд в воздухе завис как баскетболист Сытьяне здорово на перехвате дополнительное время пошло Сытьяне вперед в разрез и очень своевременно не давая Кочешу на мяча Козаков всего доброго друзья Сытьяне